К зиме полностью готовы. В исправительных учреждениях региона успешно завершили сельскохозяйственный сезон. Урожай убран, запасы сделаны. Время подводить итоги. Сельхозугодие колонии номер 6, села Талица Южского района, начинается задолго до территории зоны. На этом производственном участке выращивают коров, производят и пастеризуют молоко. А работают здесь осужденные колонии-поселения. В коровнике 30 крупно-рогатых голов. Все молочные породы. Животные чистые, ухоженные и сытые. В день стадо дает 250 литров парного. Полученный продукт отправляют в цех пастеризации. Алексей в колонии-поселении недавно, меньше года. До этого никакого сельхозопыта работы у мужчины не было. Здесь всему научили. В рабочий день у нас начинается в 8 часов. С утра я молоко перевожу с доильного цеха сюда, заправляю его в аппарат. Кипячу до 75-80 градусов. Потом даю ему отдохнуть. Есть такое понятие молока. Затем охлаждаю до 15-10 градусов. На все это уходит порядка 5-6 часов. Пастеризованное молоко фасуют в 5-литровые бутылки, отправляют в таллицкие казенные дома. В селе находятся две колонии и больницы для тупоинфицированных. Вместе это более 2000 человек. Всех кормят местной продукцией. Свежей, что называется, с грядки. В южском районе особенно хорошо растут огурцы и белокочанная капуста. Год был урожайный. В объединении в этом году собрано 10 тонн капусты. Если по сравнению с прошлым годом, это в половину мы больше убрали. И собрали 6 тонн огурцов. 10 тонн капусты – это примерно 1 шестая от общего количества, которое в течение года потребляют осужденные. А вот огурцов хватает на лето и зиму. Часть закатывают в банки. В таллицкой колонии номер 6 наказание отбывают впервые осужденные мужчины. Часть из них задействована на сельхозпроизводстве внутри колонии. Здесь разводят свиней на мясо. В отдельных загонах поросятов, в других – взрослые особи. Животных откармливают до 150 килограммов веса, а потом забивают. Это самый крупный хряк в таллицах. Его зовут Обама. По условиям контракта колонии на поставку должны быть поставлены 17 тонн свинины в год. Тепло, уютно, хорошо. Свиньи чистые, поэтому, в принципе, процесс идет нормально. Никаких болезней, слава богу, у нас нет. И развиваем мы это производство потихонечку. Специалистов обучают на рабочем месте уже. Вот у нас здесь сужденный, так скажем, с образованием с высшим ветеринарным. И он уже в процессе жизнедеятельности обучает остальных сужденных. Работе со свиньями. Месяц назад в колонии номер 6 начали откорм бройлеров. Режим птиц любому на зависть. Шестиразовое питание, регулярный сон. В курятнике постоянная комфортная температура. С таким расписанием птицы набирают по 600 граммов в неделю. Куриного мяса по плану здесь заготавливать будут 15 тонн в год. В настоящее время на 100% по самообеспеченности мы вышли по овощам и по молоку. И стремимся в дальнейшем такие же показатели установить по яйцам, по мясу кур и по мясу крупного рогатого скота. Все произведенные продукты отправляют на стол к сужденным. Меню каждый день разное. Обязательно соблюдена норма по калорийности и необходимым питательным веществам. Отдельные блюда предлагают по диет-меню. Сегодня у нас приготовлен был суп с макаронными изделиями, каша гречневая с мясом, компот, щи с мясом. Это дополнительное питание. Гороха и пюре с мясом, компот. Завтракаем каши. Каши тоже разнообразные крупы. Они тоже достаточно есть разнообразные. Ориентация на самообеспечение – задача, которую в условиях кризиса перед колониями поставило федеральное руководство. Поэтому в планах у региональных сотрудников уголовно-исполнительной системы расширять агрокомплекс за колючей проволокой по всем фронтам. Мария Смирнова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново, Южский район.